Самым подходящим временем для ликвидации муравьев является осень. В это время участок готов к зиме, овощи убраны, цветы с участка срезаны и можно приступать к самой горячей фазе войны с муравьями. Эта война должна идти круглый год, кроме зимы, но в разгар дачного сезона это трудно сделать, поскольку муравьи плотно заседают под корнями растений и выкурить их оттуда нет никакой возможности без вреда культурным посадкам. Там, где растут культурные посадки, можно глубоко перекапывать землю и разрушать гнезда. В этом случае муравьи могут покинуть ваш участок насовсем, либо же переселиться в другое место на даче. У миграции муравьев есть одна особенность. Там, где вы периодически обрабатываете почву, они селиться не будут, так как никто не захочет, чтобы его жилье постоянно тревожили, перекапывали и засыпали непонятными удобрениями. Например, если в почву добавлять золу и известь, муравьи уйдут насовсем, так как эти вещества создают неподходящую для них щелочную среду. Если нужно спасать от муравьев деревья, то стволы и почву надо опрыскать или пролить концентрированным раствором извести. Если муравейник находится вне зоны культурных посадок, самым жестоким способом борьбы является кипяток. Просто обливаем гнезда пару раз, и все вредители обязательно покинут участок. Более гуманный способ избавиться от семейства муравьев – поливать их гнездо водой в смеси с борной кислотой. В стакан горячей воды добавляем 4 ложки сахара для приманки, туда же кладем пару чайных ложек борной кислоты и поливаем муравейник. Такой концентрированный сладкий раствор приманит муравьев, они накормят весь выводок и отборной кислоты большинство вредителей погибнет. Такие меры помогут подойти к весне с чистым и безопасным участком.